здравствуйте дорогие друзья здесь демитков юрий в пятницу я был в москве стоял в пробках и в это время я услышал про серьезное падение акции яндекса там практически на 20 процентов и и я конечно не мог ничего сделать да и не хотел делать все это но в спешке по крайней мере надо просто наблюдать вот сейчас я анализировал все выходные ту информацию которая поступает о причинах падения акции яндекса и о том что же делать что я намерен делать собственно говоря итак давайте посмотрим но падение акции яндекса связывают с законопроектом который внесен в госдуму о том чтобы ограничить что там долю иностранцев в значимых информ ресурсах но о чем это о том чтобы ну на самом деле все понимают что это против яндекса на самом деле этот законопроект потому что ровно год назад на самом деле такой же законопроект ну пытался пытались внести дело в том что яндекс давно государство хочет подмять под себя даже я бы сказал не государство определенные структуры это фсбшники будем называть вещи своими именами они хотят получить неограниченный доступ к данным которые собирают информационные ресурсы о россиянах они хотят получить неограниченный доступ к этим данным и ну так как яндекс было по крайней мере российская компания то в общем сказать предпринимались попытки либо ее как-то ну заставить делиться этими данными либо приватизировать уже и собственно говоря не приватизировать а наоборот национализировать и чтобы оно было государственное ровно год назад давайте посмотрим что происходило с акциями яндекса вот ровно год назад была такая же ситуация и там была речь о следующем о том что яндекс ведет переговоры со сбербанком о покупке сбербанком яндекса и акции упали вот как раз ровно на 20 процентов вы сейчас это видите ровно на 20 процентов что произошло после этого в прошлом году но собственно говоря на следующий день они еще упали немного но потом очень резко пошли подниматься и стали подниматься давайте посмотрим как они поднялись на 14 процентов от барабанили потом был небольшой отскок ну и в течение уже до на 14 процентов они поднялись за сейчас скажу сколько за 11 дней акции яндекса отросли на 14 с половиной процентов потом они немного поболтались ну и с конца года начали расти стабильно на мой взгляд ситуация не очень меняется она очень похожа на ту ситуацию который было ровно нога назад ровно год потому что та же самая атака та же самая попытка приватизировать яндекс теперь дальше смотрим что стоит за этим делом но на самом-то деле речь идет о том что ну раз и компания яндекс вроде как российская значит на нее можно нажать вот но минком связи уже не поддержала законопроект о значимых информ ресурсах в нынешнем виде то есть это еще во первых законопроект он только рассматривается но понятно что нападки серьезные на самом деле потому что ну как бы эти ребята шутить не любят и чем все это кончится я не знаю но друзья мои вот такой момент я хотел бы отметить еще посмотрите но почему нападают на яндекс ну потому что он российский его вроде как можно но как-то вот государствовать дело в том что ну например огромное число россиян я точно могу сказать вот из моих подписчиков по крайней мере огромное количество россиян имеют почту какую google . ком что такое почта google . ком это значит что огромное число россиян просто вот очень огромное имеют аккаунты в компании гугл аккаунты в компании гугл и если у вас есть например аккаунт на ю тубе то вы однозначно имеете аккаунт google если у вас есть почта google значит вы имеете аккаунт google если вы зарегистрированы в фейсбуке значит вы имеете аккаунт фейсбук и так далее и это тоже значимые интернет ресурсы когда я посмотрел если вот ну я вам советую просто вот взглянуть например да если у вас есть android и вы google карты значит там загружаете у вас есть наверняка там тоже аккаунт google вы посмотрите есть такой раздел в гугле google хроники и что знает о вас компания google американская компания на секундочку вот что она о вас знает она знает о вас все она знает где вы работаете где вы спите с кем вы спите и так далее вот я вам точно это гарантирую когда я зашел в гугл хроники и посмотрел там просто все мои перемещения у меня есть телефон с андроидом и прямо вот такого то числа где я был во сколько времени и сколько времени я там пробыл и например я захожу в этот самый в гугл и там этот голосовой помощник спрашивает ну куда едем я такой усталый говорю домой вот поехали я говорит ну мне кажется что вы живете вот здесь и прямо точно показывает мой адрес почему показывает мой адрес потому что я приезжаю скажем часов в десять ну с десяти до скажем семи утра я точно каждую ночь нахожусь вот по этому адресу и все понимаете а где я работаю она тоже прекрасно знает потому что в рабочее время там с восьми или с девяти часов по такое то время я нахожусь там то и там то а если у вас есть какие то связи значит которые вы хотите от кого то утаить но вы от кого угодно можете утаить только не от гугла потому что он знает что с такого то по такое то время вы бываете там то там то и другой человек с такого то по такое то время бывает одновременно в этом же месте друзья мои здесь дальше стыковать нельзя ну как бы очень легко состыковать кто где работает какое количество на каком заводе людей работающих об этом тоже все вот из этих данных можно выяснить понимаете то есть сколько человек одновременно приходит вот туда или туда в определенное место понятно что вот они там работают а когда поинтересоваться запросами и кругом интересов которые люди в поиск вбивают то собственно говоря можно понять чем они занимаются то есть максимальную информацию у нас с вами имеют не только яндекс но и скажем google facebook которому принадлежит instagram также и так далее то есть сейчас все устройства они имеют доступ к вашим гео данным и они их уж я вам гарантирую точно используют вы постоянно видите что оставьте отклик вот о таком то месте в котором вы были но друзья мы а нападки на яндекс чем это может закончиться но вряд ли компания google согласится ограничить свою долю ну скажем так передать свою долю на 80 процентов российскому государству ну вы смеетесь или нет вот вряд ли компания facebook отдастся государству российскому что запретят facebook запретят google ну я посмотрю как у них это получится а на яндекс вроде как можно напасть но к чему все это приведет а приведет это к тому что ну очередная компания перестанет работать в россии собственно говоря она уже это сделала потому что яндекс уже зарегистрирован давно но с прошлого года на самом деле в голландии это голландская фирма уже а не российская вот если кто не знал и на мой взгляд в общем то эти нападки не знаю зачем они вот я считаю что если акции еще и завтра упадут немного то потом пойдет резкое восстановление и завтра я намерен ну по крайней мере очень четко следить по крайней мере я увеличу у меня яндекс есть в портфеле я собираюсь увеличить его долю в портфеле во первых а вторых я думаю что я его даже куплю с плечом вот так вот я об этом как бы ну говорю смело но здесь я уже буду смотреть внимательно там уже будут и тейк профиты и стоп лимиты то есть я буду этим заниматься аккуратно ну и еще один момент смотрите если я ожидаю очень быстрый рост какого-то актива то на этом можно заработать и как можно заработать но чем больше у вас денег тем больше вы можете заработать на этом и чем больше у вас денег соответственно тем больше плечо вы можете взять еще в разы увеличить вот этот вот актив поэтому это еще один аргумент к тому что надо и ведь во первых побольше денег свободных они должны быть в готовности вот именно на брокерском счете у меня сейчас как раз есть там ну небольшой кэш но тем не менее там 40 с чем-то тысяч я его намерен увеличить но понятно что я могу взять с учетом плеча акции яндекса ну тысяч на 200 вот и завтра на открытии биржи я буду очень очень внимательно смотреть скорее всего будет видео по этому поводу что я буду делать мои действия подробно расскажу об этом вот но да я смотрел комментарии ну различные на самом деле там есть такой гусев вот он говорит что яндекс провалится но правда в качестве аргументов к этому он вообще ничего не привел как обычно из него прет какой-то сплошной негатив и самолюбование собственно говоря но в общем никаких аргументов он сравнивает яндекс почему то с теслой очень многие сравнивают яндекс с втб и с магнитом почему то который вдруг ну магнит поменял собственника и акции обвалились вот но на мой взгляд все это за уши притянуто с магнитом сравнение ну не катит потому что у яндекса собственник пока не поменялся и не планируется вот да его вынуждают но мне кажется что эти попытки будут отбиты уж слишком они вот странные по крайней мере вот такие дела с яндексом еще раз говорю что чем больше у вас денег тем больше вы можете заработать на брокерском счете а как это сделать ну я рассказываю на своем курсе биржа для чайников ну а тем кто уже прошел они поймут то что я буду завтра говорить поэтому сейчас пожалуйста лайк оставайтесь на моем канале смотрите завтра новости с открытия биржи я посмотрю что будет на аукционе перед открытием московской биржи ну и что будет после я думаю что на аукционе я часть возьму акции и часть уже по стоп заявкам возьму будет интересно спасибо за внимание сейчас лайк и оставайтесь на моем канале да кстати напишите что вы думаете по этому поводу на сегодня все спасибо за внимание с вами был демитков юрий